Всем привет! С вами Елизавета Кировская и сегодня мы с Лоботком. Город, в котором родились многие известные писатели, поэты и актеры. А местные купцы сделали огромный вклад в развитие банковской сферы. Именно здесь в 1810 году появился первый в Российской империи городской общественный банк. Местных здесь называют самыми вятскими из всех вятских. Слободской – один из древнейших городов Кировской области. Он был основан в XVI веке, а расположен на берегу Риги Вятка. Слободской в переводе означает «свобода». Здесь местным переселенцам и стюжанам предоставляли очень много налоговых и других льгот. Своё назначение слобожане определили сразу – торговля. По богатству и объёму торговли они соревновались с самым Хлыновым, среди Киров. В Слободской часто сравнивают с Суздалем, а всё благодаря колокольне Преображенского собора. Сам собор не сохранился, его снесли в советское время. Зато рядом сохранилась церковь XVIII века. Большой интерес представляет церковь Михаила Архангела. Говорят, она была построена без единого гвоздя. Объект известен тем, что в своё время побывал на выставке в Париже. Её даже называют «парижанка». Церковь разобрали, доставили в Париж, собрали, вернули таким же способом. Буквально в 200 метрах от Парижанки находится Екатерининская церковь. Она была построена в 1699 году. В годы СССР её не снесли, поэтому все жители тайно ходили сюда молиться. Восторг собранился уникальный памятник самолёта АМ-24. Когда-то внутри хотели сделать спинозят, но потом перезиндали. Теперь он просто так вот здесь стоит где-то на окраине города. Радует глаза, мертвых и привезут. А это уникальные корпуса пивоваренного завода, которые были построены местным кубцом Александровым в 1870 году. На продукцию Александровых приходилось 50% пива, производимого в Вятской губернии. И самое главное, всё, что нужно было для изготовления пива, они брали у местных фермеров и лишь хмель закупали в Баварии. Они всегда вкладывались в своё предприятие, открывали школы, колледжи. Им нужно, чтобы рабочие их завода были грамотные, компетентные сотрудники. Завод пережил революцию, Вторую мировую войну, перестройку. Лихея 90-е, работал он до 2005 года. Сейчас завод заброшен, территория охраняется собаками, а на этом месте находится шиномонтаж. Хорбатском родился пипец Амфиладов. Именно он открыл здесь первый в Российской империи общественный банк. Здание общественного банка сейчас за моей спиной. Он давал почти нулевые займы, нулевые кредиты своим коллегам, друзьям. Это его дело обрело большую популярность, и с тех пор все банки стали использовать состав Амфиладова, как раз, который он создал. Конечно, после войны с Каполеоном Амфиладов разорился, но банк продолжал существовать и долгое время носил его имя. В 1880 году в Словацком родился Александр Грин, чьи произведения «Бегущая по волнам и Алая паруса» известны многим почитателям русской литературы. Кстати, настоящая фамилия Александра Грина – Гриневский. Его отца в 1860 году сослали в Слободской за участие в польском восстании. Сам Грин свою родину никогда не любил и при первой же возможности сбежал в Одессу. Его дом находился примерно между этими двумя домами, но, к сожалению, до наших дней не сохранился. Сейчас, в конце августа, каждый год проводится фестиваль авторской песни «Подалыми парусами», где выступают местные поэты, авторы песен, также приезжают гости из других регионов. И каждое лето проводится фестиваль «Гринландия», названный в честь вымышленной страны Грина. Вот, где чуть больше 30 тысяч жителей. Развита меховая фабрика «Белка», спичечный завод, машиностроительный завод. Доходы Слобожан катастрофически низкие, поэтому им с трудом хватает на жизнь. А это здание никак не относится к городу Слободскому. Оно находится перед въездом в город Слободской, но я просто не могла показать это великолепие по сооружению. Это особняк купца Вахмышева, владельца кожевенно-обувного завода. Особняк он здесь построил в 1908 году. Посмотрите на эту архитектуру. Говорят, он был настолько прихотлив, что попросил на втором этаже, где сейчас находится столовая, сделать пруд. То есть в том помещении был пруд, и плавали живые лебеди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова